всем привет зацвела у меня вот такая прелесть котлея amazon цирулея поставщик эквадженера так покажу вам поставщика заодно вот так вот как всегда в описании будет через кого я заказываю обязательно смотрите пользуйтесь на здоровье и так про это чудо кто следит за мной соцсетях уже знает что я снимала таймлапс с огромным удовольствием это было очень круто и я уже конечно же успела заранее на постить и не удержалась таких первых фотографий первую информацию про это чудо но наконец-то вот полноценный ролик и в тот момент когда я постила фотографии эта котлея не пахла вчера она еще не пахла а сегодня утром у нее просто божественный цветочный аромат аромат не сильный что меня крайне радует очень приятный и надо немножко к ней приблизиться чтобы понюхать но вот когда проходишь мимо аромат чувствуешь так у меня тут немножко смена места съемки потому что сегодня очень хороший солнечный день и мне захотелось все-таки снять ее больше с участием дневного цвета чем подсветки но конечно без подсветки тоже не это не обошлось потому что все таки зима вот но кому интересно опять-таки в описании ссылочки на соцсети где будет много фотографий особенно в instagram на вот том самом сером фоне до красотка это просто шикарной текстуры шикарного цвета и по поводу цвета она такая ты понимаешь что она все-таки сиреневая такая более пепельно сиреневая но на самом деле в первое время глаз ее все-таки воспринимает больше как голубоватую больше вот в ту сторону цвета и это шикарно и лепестки у нее не белые они с отливом то есть от того как играет освещение ты видишь их белыми с таким голубовато-сиреневато серым отливом очень интересный цвет такой холодненький классненький и лепестки немножко прозрачные даже и вот когда падает свет и ты видишь прозрачность лепестков они усеяны такими белыми прожилками и становится хорошо видно похоже на морозный рисунок на окнах я от нее ой просто фанатик не могу отойти плюс мне очень нравится то как изгибаются извиваются лепестки такая небольшая нечрезмерная рюшистая и волшебная губа губа конечно просто очаровательная вот это вот так как бы так красиво чтобы руками не закрывать то что она сложена этот проходик внутрь там сейчас я загляну в камеру да видно желтая это вот щеточка очень классная и конечно же этот венозный рисунок все очень очень супер честно шедевральная штучка я от нее в дичайшем восторге очень нежные очень красивые лепестки хотя вот на текстуру когда трогаешь рукой то они плотные то есть они на самом деле плотнее чем кажутся сейчас думаю с кем сравнить с кем сравнить ну вот хотела сравнить с пурпуратой потому что она есть в родителях но у пурпуратой от случая к случаю есть вот такие же плотненькие немножко лепесточки есть когда лепесточки гораздо потоньше повоздушней ну в общем ребятки купить купить и узнаете какая она классная крутая какая она в общем-то разнообразная и очень обманчивая нами дама очень обманчивая порадовала меня тремя цветочками конечно же буду я их рисовать как я могу не рисовать это прекраснейшее чудо открываются они такими желтенькими слегка потом становятся белыми и потом со временем набирают вот это вот серовато-сиреневато-голубоватый отлив очень интересно за этим наблюдать также они увеличились в размере и конечно же на таймлапсе все это будет да так что ждите обязательно таймлапс выложу следом а вот этот цветочек открылся первым и он по размеру получился больше гораздо больше всех предыдущих я думаю что здесь еще немножко сыграла роль я немножко пропустила полив очень много пьет очень много пьет большой горшок ну правда посадка сухая но пьет ой и не хотела я сильно тревожить таймлапс и чуть-чуть проштрафилась поэтому я думаю причина тому что остальные два цветочка гораздо меньше именно в этом так по размерам по размерам лошадка видите кустик лошадка вы то есть место надо шаг по резоме я бы не сказала что большой для такого размера бульб очень хороший шаг по резоме прям ну я бы сказала практически 1 к 1 если их подвязывать и ставить то они прям действительно будут 1 к 1 так посадку по корням вы видите старые корни тут огромные куски блоков пробковых чтобы не замокала но кстати вот эти корни они рабочие они пьют так так аккуратненько надо развернуть чтобы ничего не сломать потому тут ведь это же мне огромный воздушный карман тут тоже блока кусок огромный и уже досыпана кора корешочки идут вот такая вот сейчас она не вывалилась видный шаг по резоме приятная очень приятная штучка но очень большая но я думаю такая красота стоит того чтобы найти место и потесниться вот прелестное боже прелестное трио эти дудочки феи волшебные эльфийские дудочки они губки тянет ее рисовать и рисовать вот это вот неимоверное количество рюшек просто завораживает ночью я могу честно говоря об этом рассказывать неимоверно долго она неимоверно классная по уходу ничего честно вам пока рассказать прям не могу уход стандартный в моих условиях для котлей достаточно сухая посадка полив по просушке плюс там дать пару дней постоять сухими но полив опять-таки регулируется более обильно менее обильно в зависимости от того что происходит с самим растением то есть я слежу растит более обильно поливаю ничего не растит не поливаю спит не удобряю и все в этом духе про циклы в плане когда у нее новый рост когда у нее корни когда у нее цветение скорее всего и вам это опять-таки ничего не скажу это гибрид поэтому что уже он откуда взял это надо следить наблюдать смотреть она у меня очень очень недавно поэтому не успела я еще посмотреть весь ее годовой цикл про наблюдать но вот потому что я вижу сейчас то у нее пошли корни и роз чехол и уже бутоны то есть в принципе корни получается растут до цветения когда сформировался рост вот где-то так и у меня она дома до доедала эту бульбочку вот это вот поэтому я бы даже сказала что пока пока по моим наблюдениям вроде как без периода покоя цветет но опять-таки я ничего утверждать не буду потому что надо посмотреть на нее все-таки в полном годовом цикле может что-то сбилось пока она ко мне приехала уход отличался у поставщика поэтому здесь надо наблюдать и кстати пока стою сбоку рассказываю там вот увидела новый ростик по моему напухла там почечка возможно это невозможно это другое направление роста его тут кстати с этой бульбочки тоже там видно напухла почечка в общем ой посмотрим посмотрим если пойдет расти конечно будет для меня очень большая радость не буду рассусоливать на многие многие минуты приятная очень красивая очень приятная не знаю видео ну как всегда видео фото не передают всю эту прелесть надо видеть в живую надо видеть живую и на самом деле цветы достаточно крупные опять таки да вот с моей ладонью ладонь у меня примерно 17 сантиметров то как по мне приличный размер если наверное еще хорошенько поливать а не косячить как некоторые то будет вообще шедеврально и на этом все опять-таки напоминаю не забывайте заглядывать в описании в описании очень много всяких разных ссылочек на мои соцсети на тех у кого я беру орхидеи или то про что я рассказываю в общем-то видео и конечно же в конце ролика всех ждут ссылочки на другие видюшечки которые советую я или подбирает сам youtube чик для вас не забываем ставить лайки писать комментарии подписываться на канал конечно же делитесь спокойно этим видео с друзьями своих орхидейных группах сообществах где угодно буду рада большое спасибо за это и на этом все и всем солнечных дней пышных цветений пока пока